Искусство менеджмента в «Газпром-Невс-Невснефтегазе» начала работу школы управления проектами. Это программа, которая поможет раскрыть управленческий потенциал руководителей среднего звена. С ее помощью сотрудники предприятия не только научатся грамотно руководить своими подчиненными, но и улучшат навыки проектной деятельности в целом, что сегодня очень актуально, если хочешь быть впереди конкурентов. Кирилл Мигель побывал на одном из тренингов. Вот здесь поставим досугу. Давай мы вот так поставим. Да, один-один. Что там у нас будет? Столовая. Комнаты, медпункты. Начальники управления и отделов, специалисты, ведущие и главные буквально на несколько дней сменили привычную роль. Все эти люди, пусть и ненадолго, вновь ищутили себя студентами. Правда, пары здесь гораздо интереснее, говорят они. Где еще вот так легко и непринужденно могут научить не только грамотно руководить персоналом, но и с нуля создавать проекты на благо предприятия. С самого утра и до позднего вечера мастер-классы, тренинги, упражнения. И все это в игровой форме. У нас в конце будет победитель, будет команда, проектный офис, которая наиболее успешно реализовала проект. Справилась со всеми неожиданностями, хорошо подготовила комплексный план, хорошо сформировала команду, распределила ответственность и полномочия между членами команды. Ну и выдвигала смелые и креативные решения. Университет управления проектами работает вот уже 20 лет. Его программы интересны даже большому «Газпрому», а доверие такого гиганта еще нужно заслужить. Немало топ-менеджеров по всей стране в той или иной форме некогда прошли и эту школу. Не обделены перспективами и те, кто пришел повысить свою квалификацию сегодня. У нас была очень интересная группа даже не тем, что они были все активны, а тем, что они все разные. И мы разделили их на разные-разные такие группы, которые выполняют свои упражнения. Оказалось так, что в одной группе они сошлись такие очень опытные, такие матерые специалисты. В какой-то группе у нас были такие специалисты молодые, молодые мечтатели, молодые такие перспективные специалисты. И вот этим как раз это неинтересно, то, что совокупность вот этого опыта, совокупность вот этого задора, она как раз дает результат. О необходимости провести обучение персонала заявило руководство блока разведки и добычи «Газпромнефти». В результате внедрения единого языка, логики и терминологии управления проектами в практику специалистов, повышение их навыков командной работы и оценка потенциала – главная задача целой программы под названием «Школа управления проектами». Результат введен уже сейчас, даже тем, кто непосредственно вовлечен в процесс. Я считаю эти тренинги очень полезными, независимо от уровня подготовки, либо это ведущий специалист, либо это начальник отдела, потому что они дают полную картину информации, позволяют расширить горизонты, дают инструменты для управления, в данном случае для создания проектов. Интеллектуальный уровень возрастает, если мозговой штурм какой-то идет, и когда люди начинают активно принимать участие в этих процессах. Всего же в этом году по данной программе планируется обучить 100 человек. Так или иначе, полученные теоретические знания проявятся на практике. Все они в дальнейшем будут задействованы в реализации крупных проектов «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза». Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города.